Мои прогнозы очень пессимистичны, шансов у нас никаких нет. Сборная наша отвратительно играет. Но я должен сразу сказать, я не очень большой специалист. Я уже в таком возрасте, когда могу сделать какие-то прогнозы, исходя из неких сооружений. Я очень хочу, чтобы наши выиграли, правда, очень хочу. И надеюсь на это. Но то, что происходит вокруг футбола и как они играют, мне это не нравится. Не являясь специалистом, тем не менее, я хотел сказать, что-то там у нас не так. Закормили мы этих мальчишек, зазвездили они, не имея на это никаких оснований. А самое главное, не имея больших серьезных способностей. И если внутренний рынок заполнен игроками-легионерами и так далее, то сегодня надо понимать, что спорт, который развивается в России, закончился кредит доверия Советского Союза, который шел по раскатанной и так далее. Сегодня мы должны в этом плане сделать очень серьезные выводы и изменения. Когда мы говорим о спорте и говорим о больших серьезных достижениях, то с учетом нашего менталитета мы должны понимать, что мы говорим о здоровье нации. У нас сегодня очень много мальчишек, которые призывного возраста не готовы по состоянию здоровья служить в армии. Сегодня они сидят у компьютеров, при том с задницами, которые шире их плеч, с целым букетом болезней, нежелание не заниматься спортом, не двигаться, не даже порой работать. Сегодня надо культивировать спорт, развивать его. Надо сегодня очень серьезно помогать очень сильным подвижникам, таким как Ирина Александровна Винер, Ирина Константиновна Роднина, Вячеслав Третьяк, Александр Карелин, которые сегодня каждый на своем направлении, с точки зрения своего вида спорта, всячески это культивируют, создают, развивают, и прежде всего среди детей и молодежи. Других вариантов нет. Но развивать это дело нужно включать не только региональный и местный уровень, а нужно включать и федеральный уровень, и давать на это деньги, строить спортивные сооружения. Без этого мы ничего не добьемся.